третья стадия давайте вот так поверну значит мы что ведь ложа перерастянута сильно уже уже валики видите да это вот после зачистки соответственно история ногтевой пластины мало да деформированы уже сросшиеся валики если посмотрим дистальный мы видим видите как ушел уже видите как сдавили валики видите как уже здесь да мы видим какой торец или вот здесь мы посмотрим да вот знаете как перерастянут валик какая маленькая и она не может ничего сделать все вот вот это третья стадия третья стадия это тогда когда не стоит ну как бы как вам сказать поработать с ногтевой пластины если она сильно деформирован то есть сильно скручена стоит для того чтобы как минимум ее немножечко растянуть расправить вот попытаться во всяком случае в любом случае всегда начинаем с консервативного лечения в кабинете но это как раз таки тот случай когда я вам рекомендую не играть с клиентом а сказать ему честно что я подозреваю тут экзостоз предозреваю третью стадию я вам нужно обратиться на консультацию к доктору доктор выбирайте себе сами можете с нами работать мы будем очень рады расскажу как интересно с нами работать час попозже когда мы уже к операциям с вами подойдем вот либо может быть кто-то в вашем городе оперирует вот то есть но отправляйте на консультацию у нас есть очные консультации которые в клинике проходят понятно что они платные и есть онлайн консультации михаил анатольевич несмотря на то что у меня есть курс по первичному приему но опять же очные он не онлайн вот михаил анатольевич онлайн до сих пор консультирует бесплатно вот то есть уже много лет происходит и пока он не собирается менять эту историю поэтому консультация все равно нужно даже бывает такое что как вам сказать пациент так доверяет своему патологу он уже работает с нами например давно все про это знает на операциях побывал вот и бывает такое что он год я виду запись на операции и звонит пациент например и говорит вот я хочу записаться вот давайте там определим число и так далее там стоимость хотя кто с нами работает стоимость знаю я говорю подождите а консультация вы были у доктора нет но вот я там от такого-то патолога она мне все рассказала ей доверяю мне не нужна консультация врача я в общем-то ей верю это конечно очень ну прям я я преклоняюсь перед такими пациентами но мне как но вот как по мне мне чтобы пойти на операцию как минимум надо пообщаться с врачом ну то есть я вообще хочу к этому для меня вообще вот эти личные отношения в жизни очень важны как об учении почему я говорю вот я же рассказываю свои ощущения что идите на конференции общайтесь поймите вы хотите к этому человеку на обучение или нет также вот здесь то есть там операции конечно мне важно пообщаться я вообще готова с этим человеком довериться в его руки или нет но хотя есть такие которые нет там не надо нам все рассказали мы готовы в общем то все вот мы почитали про доктора в интернете на все понятно а кто-то наоборот бывает такое что онлайн консультацию возьмет вот и потом это можно я очень к вам приду особенно если они в городе даже бывает такое что с другого города говорят а можно мы сначала приедем на консультацию потом уже решим конечно можно всегда можно вот для кого-то так важно вот то есть и не тяните вот когда вы такое видите особенно третью стадию не тяните не обманывайте своего пациента дайте ему право выбирать чтобы он вас не обвинял в том что вы как-то были непорядочны с ним да как вот мы часто слышим уже на операционном столе так и скажите у вас есть два пути всегда у экзостоза особенно третьей стадии есть два пути если это болевой синдром да то есть экзостоз болит на определенных стадиях он болит больно ходить в обуви вот если это болевой синдром понятно что практически всегда или в закрытой обуви пациенту придется ходить с корректирующими системами то есть пожизненно да и не оперироваться если он выбирает такой путь я больше скажу у меня есть такая пациентка которой надо оперироваться она даже детей у нас прооперировала у них наследственная скажем так история вот ну у них там пластиковаликов расставит ногти а она не оперируется она знает про операцию она знает что она эффективна она детей к нам отправила оперировать двоих все понимает сама не хочет и она ходит с корр системы много лет ходит более того даже уже когда я говорю давай снимем хотя бы лето походи без них на максимум две недели выдерживает как нет ставь опять ну то есть там уже прям психосоматика работает ей кажется что без корр системы ей больно вот но это ее выбор и она ни разу не сказала а чуть я к тебе хожу уже 10 лет ставлю эти корр системы я уже просто состояние у тебя на них оставила это ее выбор да и поэтому она никогда мне не предъявит такие таких предъявлений там не скажет поэтому дайте им право выбирать либо оперироваться в этом случае либо наблюдаться у вас и доставить корр системы столько сколько скажем так понадобится для той или иной ситуации вот бывают такие которые не сразу решаются у меня тоже такая была пациентка которая сначала сказал нет это очень дорого вообще меня не смущает совершенно вот как бы ну то есть как это все выглядит я уже взрослая женщина мне дорого вот поэтому вот давайте поставим сейчас корр системы значит а потом мы поставили она пришла в принципе уже с болевым синдромом я никогда не спорю поставили через какое-то время сняли корр системы и опять больно она опять пришла мы опять поставили и в общем то вот так мы их ну периодически есть ставить чего это время она мне говорит одежда едуардовна я тут посчитала я у вас уже не за корр системы оставила в общем то как бы я не одну операцию сделала я говорю я знаю я получаю ваши деньги постоянно когда вы ко мне приходите но если помните у нас даже бумажки с вами а я подписываю много бумаг у нас даже бумажки с вами подписаны о том что я вас об этом проинформировала еще на консультации когда ко мне первый раз пришли она говорит да нет я без претензий я помню вот она такая про деньги она говорит вы знаете я тут подумала но если мне предстоит это пожизненно как бы болит реально болит вот я наверное прооперируюсь я ваше право вот и мы прооперировали все хорошо все нормально но кто-то быстро к этому подходит кто-то не быстро но наша задача сохранить свою репутацию поверьте репутации которую вы нарабатываете годами очень может рассыпаться просто очень быстро да если вы не будете скажем так ее поддерживать вот например ну я свою годами вырабатывал у меня есть свои принципы да у меня есть свои какие-то может быть кодекс чести какой-то например мы с Михаилом Анатольевичем то есть он хирург я подолог да и как вы думаете кто к Михаилу Анатольевичу отправляет пациентов конечно же подологи и мастера педикюра да это мои коллеги как вы думаете пациенты которые приходят на операцию особенно в Москве хотят ко мне потом ходить хотят многие и даже спрашивают прямо на операционном стальной одежде а можно мы теперь к вам будем ходить а у них всегда спрашивается то есть когда заполняются документы мы всегда спрашиваем кто ваш подолог кто вас отправил кто вас будет везти потом и так далее ну во первых те кто отправили будут везти ну то есть опять же да вот это наше личное мнение с Михаилом Анатольевичем и мое в том числе что все сотрудничество наше с врачами подологов да должно быть взаимовыгодно потому что я например для врача буду сейчас грубо говорить хороший поставщик пациентов да потому что я не могу делать какие-то манипуляции которые может делать врач например там дерматологу я часто отправляю да там хирургу часто отправляю ну мои пациенты получают там должное но должное там лечение консультации это плюс мне но давайте так я на работу хожу не для того чтобы меня по головке погладили я на работу хожу деньги зарабатывать и все вы приходите на работу учитесь повышаете для того чтобы обеспечить себе достойную жизнь и это нормально да это не стыдно зарабатывать воровать стыдно как я всегда говорю а зарабатывать не стыдно поэтому сотрудничество если она тем более долгое плодотворное долгосрочное должно быть взаимовыгодно и если я отправляю к например дерматологу то либо я хочу видеть от него новых пациентов которые к нему независимо от меня приходят да которым он может у которых нет подолога или мастера педикюра которым он порекомендует меня да вот либо это финансовое какое-то вознаграждение за моих пациентов да но он же тоже зарабатывает на них да вот поэтому так как мы скажем так отправить пациентов мы на самом деле отправляем но их не так много так чтобы это прям было выгодно да плюс ну вы знаете какое количество подолгов там отправляет кому отправлять ну папа и смотрим конечно по сказать куда территориально удобно но это не это не очень такое сотрудничество в плане там нашим поэтому у нас есть благодарность по скажем так подологом за их доверие нам скажем так вот как угодно кто-то скажется это откат да называйте как хотите да но у нас вот такая история мы за каждый прооперированный палец а благодарим патолога в размере десяти тысяч рублей два пальца у пациента значит вечером 20 тысяч на карту получите но то есть это такое наше спасибо имеем на это полное право это наши личные деньги и кому их отдавать можем решать только мы да это нашим то есть мы грубо из своего заработка и берем и такие сотрудничества они плодотворные и долгосрочные я так считаю я я за работать так вот и ничего в этом такого постыдного не вижу это нормально вот так вот отвлеклась немножко дайте возможность вашим пациентам самим выбирать чего они хотят хотят на операцию всегда скажите что вы будете рядом всегда скажите что им страшно поверьте они боятся вот опять же мы всегда рады подологов видеть в операционной для того чтобы тот кто хочет с нами работать тот кто или просто у нас девчонки приезжают уже там не первый раз поддерживают своих пациентов вот или вы планируете еще только с нами работать но там хотите посмотреть как это происходит что более подробно пациентам рассказать мы будем всегда рады всегда обращайтесь в москве есть такая возможность вот в других городах не везде в москве точно есть такая возможность поэтому мы будем очень рады вот приходите пишите вот что еще и пусть они сами выбирают хотят операцию окей вы будете вести вести расскажите все будете вести консервативно подведете к операции будете вести после операции каждому пациенту после операции обязательно выдается перевязочный набор ему не надо бегать по аптекам то есть у него будет все что нужно для перевязок более того первую перевязку мы рекомендуем делать своего подолога но она она простая вот прям простейшая но пациентам страшновато клиентам нашим первую перевязку страшновато дел поэтому мы рекомендуем делать ее у вас и вот кстати про кодекс чести да вспомнила о чем к чему я это все вела хотят ли они остаться потом у меня многие хотят но я человек принципиальный я никогда не возьму пациента если у него есть мастер-педикюра или подолок или кто-то кто порекомендовал никогда просто и раньше я просто говорила что нет нет вы знаете у меня большая запись я не могу вот то сейчас и было даже такое что ну они просто записывались редко но бывало такое то сейчас я прям ну так как у нас ведется ну как бы у нас все официально в клинике да соответственно базы ведутся то у этих пациентов такой крестик стоит на меня то есть их ко мне не запишу вот то есть от слова совсем вот у них есть свои подологи да и если я и я знаете перестала жеманничать я их прям стыжу на операционном столе всегда говорю просто по не ценность своего мастера поняли я сама такой же мастер да когда они говорят а можно к вам играть чего взяли что я лучше ну вот вы с чего взяли потому что я работаю в такой клинике в центре города потому что я ассистирую врачу я может вон сидя сам открою вы с чего решили это раз во вторых вы вот вы рассказывали что выходите к своему там мастеру уже давно и она вот вам сказала или наоборот да вы пришли первый раз и тут же мастер вам сказал про операцию хотя до этого у вас был другой мастер который там вам об этом не говорила бы есть вот только что об этом жаловались то есть человек которого вы вас отправил ему не все равно на вас ему не безразлично что это ваши ногти он в конце концов обработал их и на этом его задача закончилась он не обязан за вас переживать а этот человек за вас переживает он хочет видеть ваши ногти в хорошем состоянии он хочет с вами пройти эту историю ему его работа не безразлично человек болеет патологии или вообще своим делом за такого мастера держаться надо вам просто повезло несказанно они а вот кто например там ну первый раз я им говорю вы понимаете что это как с мужьями не знаешь что лучше да то есть когда сразу это вот я например своей дочке могу сказать о моей дочери сразу скажет так ну то есть она познакомилась со своим мужем когда я была 16 сейчас моей дочери в следующем году будет 30 вот и она с ним встречалась потом расписалась они родили ребенка вот они все эти годы живут то есть вот они уже знакомы ну то есть сколько 15 лет да там будет то есть и и сразу попался хороший человек и оценить ей его скажем так она не может его оценить по достоинству по той простой причине что и козлов не попадалось в жизни да она не помаялась с разными скажем так плохими мальчиками чтобы оценить вот этого хорошего да и она все время его как-то я говорю поверь дочь у тебя хороший муж вот я тебе с высоты своего возраста и так как в общем то у меня другая немножко жизнь была я могу тебе сказать что тебе просто повезло вот и она никогда его по достоинству не оценит нежели другая например девушка которая помыкалась который козлы попадались не один за день да а потом вдруг попался вот такой хороший конечно она его оценит конечно он скажет на фоне вот этих он просто замечательный что лучше не знаю да то есть особенно касаемо моей дочери конечно лучше чтобы сразу хороший но вот ценности она в нем такой как другая бы оценил нет также с нами если они сразу попали к хорошему специалисту да и не мыкались скажем так с плохими то они нас недооценивают поэтому я на курсах еще и учу себя так себя скажем так ценность свою обязательно пациентам нужно рассказывать вот поэтому как сказать не стесняйтесь этого учитесь где-то рассказывайте вот сегодня послушали эфир узнали новое расскажите вот обо всем рассказываете вы будете расти в глазах своих пациентов очень сильно поверьте любое обучение когда вы идете это не только тот муну тема не пуляции которому вас учат преподаватель свой опыт передает это еще и скажем так обязательно в обучении должен быть психологический блок обязательно нужно поговорить потому что без этого невозможно вот потому что одно дело просто получить какой-то манипуляционный на другое дело другое дело как это все применять как это двигать как вообще но некоторые затыки бывают просто по одной простой причине что там все плохо да и нужно в этом порой просто нужно в этом разобраться иногда поговорить просто нужно также с пациентами да у нас иногда динамики нет потому что у пациента мы делаем все возможное с вами так как специалист а динамики нет мы не наблюдаемая нормаль не ту которую мы запланировали знаем да и бывает так что если вы чувствуете своих пациентов умеете с этим работать то есть если вы там специалист который не только учится с ногами работать да а еще и с головой и с человеком то поверьте у вас все все будет по-другому люди от вас точно не будут никогда уходить или куда-то менять потому что вы будете понимать что этому человеку иногда он ему иногда обрабатывать ничего не надо ему иногда поговорить не с кем ему иногда просто надо поговорить и динамика будет другая я это в своем на своем опыте вам честно скажу прям замечала что у тех у кого есть проблемы у пациентов дома и они это не прорабатывают и закрылись то есть это прям стресс внутри то у них отвратные динамики пока ты это не выпустишь наружу да иногда ты работаешь морская психологом но такую работу мы выбрали ну такой подход у меня во всяком случае я этому тоже учу на курсах обязательно вот также у нас есть михаил анатольевич я не фанат онлайна честно вам скажу я все таки считаю что патология это больше оффлайн вот да есть темы лекционный но то есть есть например вот например экзостоз по большому счету это лекционная лекция преподавание лекция да там манипуляции нет хотя есть ну как если есть модели да то мы скажем так учимся пальпировать смотреть то есть почувствовать вот уже на пациентах как это да а по большому счету это лекция можно ли сделать онлайн да можно да там у меня есть некоторые продукты онлайн но я люблю оффлайн очень люблю даже я вам больше скажу вот лекции по раневому процессу есть онлайн и по экзостозу есть онлайн но приехать и прийти например и оффлайн пройти другая история потому что там люди живые потому что вопрос много обсуждения какие-то и так далее то есть другое будет обучение совсем вот не хочешь не лучше просто другое вот поэтому есть разные спасибо вам большое вот что мне хочется вам нас уже заканчивается эфир ну во первых все кто хотят поподробнее об этом узнать или у вас есть пациенты которых вы там не знаете как вести пишите в личку я максимально стараюсь всем отвечать не максимально всем отвечаю вот поэтому пишите я всем чем смогу помогу расскажу может быть буду еще вам чем-то полезно вот не можешь приехать ничего страшного душа моя вот не можешь приехать для тех кто не может приехать или мы в этих городах не преподаем но есть онлайн лекции поверьте они тоже большие насыщенные и более того как вам сказать и не у меня не у михалу анатольевича нет дедлайна после курса не будет онлайн будь то оффлайн нет такого что курс прошел вот у вас есть не две недели там позадавать вопросы а дальше все за деньги или извините у вас не знаю нет я своих пациента я своих девчонок виду годами иногда они по полгода и погоду ко мне не обращаются потом бац пришел какой-то случай сложный она не знает как с этим работать конечно она тут же пишет надежда эдуардовна у меня такая история помогите что делать первый раз таким столкнулась и конечно я помогу это все кто я считаю учился у меня или михалу анатольевича иногда мы вместе преподаем это все это наши дети как хотите называйте дети не дети но это наши студенты они всегда будут наши ну как пока мы им нужны я всегда говорю пока я вам нужна я буду с вами вот я всегда и тот кто больше общается больше хочет стопы там тех я и дальше толкаю и расти толкаю и много чем меня особенно после курсов ведения в патологию девчонок жизнь переворачивается и меняется вот и я буду максимально этому способствовать буду вас пинать вот поэтому и так же экзо стос в операции тут я говорю прям нужно невозможно за час рассказать потому что тут есть одна стадия операции есть одна этапная есть двухэтапные операции но это прямо еще на час нам надо задержаться вот поэтому спасибо вам большое те кто был сегодня на эфире те кто кстати вот вас сегодня на эфире немного я вот смотрю по тем кто смотрит я всегда с благодарностью я знаю что бывает так что вы физически не могли но тут уже знаете как фортуна лотерея как говорится вот те кто сегодня был на эфире если вы мне сегодня до вечера напишите то я вам подарю 50 процентов на онлайн курс по экзостозу вот это очень хорошая скидка поверьте мне получите массу удовольствия от этого было этого в этой лекции вот поэтому пишите вот у вас до вечера есть возможность приобрести с 50 процентной скидкой вас немного поэтому я могу себе такое позволить ну а те кто будут смотреть в записи спасибо вам тоже что смотрите что слушаете на вас распространяется то что я готова тоже вам ответить на все вопросы если кто-то в москве опять же хочет к нам попасть в операционную тоже пишите вот пообщаемся на эту тему вот чего я вам еще хочу пожелать пожелать жить сегодняшним днем не откладывайте жизнь на потом жизнь очень скоротечная поверьте мне я бабушка восьмилетней внучки жизнь так быстро пролетает вот казалось бы я помню как дочка родилась да не помню как росла ну как родилась помню я помню как родилась внучка и было вот ровно от локтя вот да 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 кончиков пальца такой вот малютка сейчас это восьмилетняя девочка лев такая